пам-пам ребятюни я сейчас не мог просто не заснять видоса сейчас у нас телефон-то я записываю камеру не взял около 6 утра тут уже вот так вот светло и знаете вот такая там дымка туман короче блять так кайфово просто романтика нахуй ночная машин нету делать что хочешь но уже утреннее получается у нас вот так вот относительно светло я убью за свой ганг сука хочет гэнгбэнки получит свое но эти шлюхи не то и хоть я снова в дерьмо но летай со своей не обижай свою девочку с.о.ф. я убью за тебя я убью за н.о.л. ебать как отжигать можно я вот впервые сейчас столкнулся с этим сфокусированием то есть можно вот на дальний объект а потом можно на ближний нормальный движ слушайте хуёво тебе хуёво знаю рита да снимаю тебя чё уйди гуляться она начала мурлычет лежит кота просит мы кастрировать не стали и не будем наверное дальнейшем капельки и копы называются скрытая реклама называется секс баре придумают же название так вот копы мы в хавку секс барьер по 4 капли вот чтобы не сильно ее косоёбила то она когда короче гуляется она ходит мурлычет но это ладно это фиг бы с ним то есть терпимо она именно и у нее тело как-то так у сокращается вот в общем она примерно неделю помучит и потом на три недели успокаивается вот но так и что-то жалко она грустно все это время ходит вот это мы капли так капаем и все нормально будет котят еще рано заводить а вдруг она там принесет штуки 34 куда мы все деньги и на моем кабель много компромата когда узнает твоя мамочка будет не рада квартиру вломится охрана и заберешь что тебе нападает сейчас я произвел небольшой апдейт своей камеры я подумал а что если мои восприимчивые микрофоны по бокам заклеить звукопоглощающим материалом как бы он именно будет сглаживать ветер я даже не знаю как его толком показать в общем наклеил сюда такую пластину он очень хорошо как бы это приклеился то есть без проблем если вот так вот попробовать подрыгать пошуметь то есть сюда сюда звук уже не проникает вот как будут в это местность а тут как раз именно расположен динамик правда смотрится ну я не знаю только колхозно ну а как еще чё я же видеоблогер в глубинке у меня как бы все на эту тематику все немножечко чуть-чуть так под колхожено посмотрим как это все проявится в действии то есть сейчас подумал бегать снимать это бессмысленно тут нету ни малейшего ветра ничего хоть и пытаюсь как его в них никогда не смотришь ты не сужи моей ей 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 и пожар и отдавай себя не хочется мне ей слезы стекли легко говори мне бог с тобой у тебя не просто сказал сюда подъехать когда за ним поешь когда за регистратор ну только помыла уже смотрите кетну ты нашел в дождь мыть ты орущий человек есть бегущий а ты орущий смысл у тебя же это свой дом может быть я с пятого этажа воду спускаю какой прожигал я клеил это вот это стп материал называется вторым слоем клеится шумоизоляция да кстати мне батя сказал когда болеть перестанешь надо переобуться плюс 10 к лошадям сразу знаете чем не искал сейчас не снимай потому что я лохматый ножик дать у меня волосы короткие на те ещика только камеру достала пацан закатался в круг гибать чё за подстава я только камеру даст я мышцу только отвез он жрать хочу жрать хочу он дверь вернул нет и попал в бою а нахуё за соню переобулся когда-то ты на пути Тупой, блядь, сука, на скорости, блядь, сука, ну тупой, блядь. Я прикинь, я попадал номер, блядь, и отвисит на. Заебал, все время на светофоре, блядь. Я стою, бам, нахуй, в жопу, блядь. Все, набегался. И сейчас вперед будет толкать. Сука, блядь. Опа, пошла, давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так они что-то до 30 секунд стояли, что-то тупили, не по росту вставали. Так, 25 раз отжиматься, сука, расписать не может. А ну нахуй. Откуда? Ну откуда? Живой. Откуда знаешь? А то ж танки играют. Да ладно, какое звание? Просто танкисты приезжают. Как про танки сказали, все по съемку. Все, заснуло. Уже второй день насморк, но по волшебству, когда я выхожу на улицу, все пропадает. Заехал на мойку, и сейчас пидорасит десятку. Мойка круглосуточная, что хорошо. Я пока весь день провтыкал за компом, там влоги смотрел, свои же. Потом уже только на вечер что-то решил, бля, нашу тачку помыть. Переополз я, кстати, уже на летнюю резину, хотя говорили, что там снег может быть. Да, блядь, понаберут на мойку всяких Алеш. Мне после нее, короче, пришлось еще машину протирать, что-то там это, с разводов и следов никаких не было. Вот, но мойка за 230 рублей, я не знаю, напишите, короче, в комментах, сколько у вас комплексная мойка машины стоит без пылесоса. Вот, в общем, она так чутка блестит. Ну как, ее когда помоешь, она днем, особенно, вообще такие блески дает. Меня мужики иногда спрашивают, ты что, ебать, ее полируешь, что ли? Итак, ребята, всем привет. Пиздец начинается тогда, когда у меня уже полноценным ходом идет сессия, а я о ней узнаю только сейчас. Ну, правда, она началась с понедельника, сейчас вторник, но вчерашний день я уже как бы пропустил. Благо, там не было никаких дифференцированных зачетов. О, но он, кстати, сегодня. Если судить по времени, то я уже как бы опоздал. Получается, сейчас надо забрать зачетку в одном корпусе с деканата и ехать в другой уже, ну, там, на другой конец города. Тоже, ребята, займет это все время. Ну, я не знаю, сейчас пока доеду. Ну, час примерно пройдет. Будет хорошо, если преподаватель посидит чуть подольше. Вот так вот. Я как бы искренне на это надеюсь. Самое накаляющее, что можно придумать на трассе, это ехать за грузовиком. И когда очень большой встречный поток еще, вот это просто проблема. А тут еще, получается, надо подниматься в гору. Очень опасный участок дороги и, блядь, когда торопишься, это никак не вплюет. А вот это называется пиздец, приехал в город. Да, приходится объезжать кочки и они, знаете, такие, не то чтобы яма, они такие, блядь, продольные. Хуй объедешь. Такое, это, музыкальная дорога, блядь. Походу тут ритм дабстепа, если быстро ехать. Блядь, ну нормально же общались, а вот только тачку помыл. И тут вот такая жопа, блядь, ну снега нигде нету, откуда тут вода-то? Капец. Блядь, а еще тише. Слабо? Я думаю, что нет. Блядь. Вот там впереди мудак на универсале. Три часа, сука, едет. Мудила, блядь. Бомбит. Блядь, опять что ли это песня? Нет, другую. Так, ну ладно. Пусть вот это играет. Пидорас ебучий на Ниве обрызгал. Лобовуха уже как минимум вон с замутнениями. А про машину я уже и молчу, блядь. Вот пытаешься, вроде видишь встречную машину, пытаешься вот так вот это их как бы объезжать, чтобы брызгав на тебя не было. Блядь, он тут, конечно, пиздец воды. Я в вакуе, серьезно, блядь. Что-то Геродос, что ли, живет? А вот тут уже начинается жесткость. Походу от нашего универа постоянно вот тут, короче, стоят машины, а тут вроде как торговые центры, какие-то там мебельный магазин. Вот. И, наверное, настолько наши студенты заебали, то есть клиенты приезжают в магаз, а там, ну, тупо тачки некуда ставить. И даже вот сделали такую вывеску. Вот это вот, по сути, наша университетская парковка. То есть, вот представьте, все вот эти машины когда-то стояли он там. Ну, вот и все, ребята, можно меня поздравить. У меня уже один зачет сдан. Сессия будет длиться до 15-го числа. Ну, постараюсь я закрыть это все, по крайней мере. Потому что прошлой зимней сессии у меня оставался один зачет по философии, и долго я его не мог закрыть. Вернее, я долго не мог выцепить преподавателя. То он там в Москву улетел, то еще куда-то. Вот. Сейчас встал я на каком-то отшибе по дороге домой. Сейчас будем клеить наклейку Dead Dynasty. Пытался я ее еще наклеить раньше. То есть, это февраль месяц был, я вот эту наклейку только сделал. Но была дождливая погода, и она у меня тупо не прилипла сюда. Вот. А сейчас дубль два. Конечно, она сейчас не первого качества уже будет. Я ее, получается, приклеил. Когда отклеивать, она у меня осталась не на машине, а вот на этом, я не знаю, как это пленка называется. Так, сейчас надо чем-нибудь протереть. Блядь. Вот тот самый момент, когда ни одной тряпки нету в машине, протирать приходится подушкой, блядь. Вот так вот. Вроде чисто. Вроде чисто. Все, я неофициально, короче, вступил в Dead Dynasty. Надеюсь, она у меня на следующий же день не отклеится. Так, пока нормально. Так. Норм. О, нормальный движ. Блядь. Неужели нормально будет? Вот сейчас зубы. Самоаккуратно это зубы. Заебись. Все. Все, нахуй. Dead Dynasty. Тут уже можно помусорить. Давай тут гонконы, ребята. Все, я не могу. Так. Еще раз повторяю, что зачет я получил. Все круто. Осталось только приехать домой, покормить кошку. И монтировать влоги, потому что у меня на подходе уже два влога. То есть, помимо вот этого еще, как бы, надо их делать, конечно же, по очереди. Но не с большим промежутком. То есть, чтобы именно поддерживать актуальность моего канала, интерес какой-то, вот, придется очень дохуя снимать. Да, кстати, я хотел еще записать видео после шумоизоляции машины. На скорости 80 с хуем, ну, короче, 80 километров в час. Примерно вот такой вот издаваемый шум. То есть, что я сейчас слышу, это только вой колес от дороги. Конечно же, у нас машина не полностью зашумованная. Вот, да, это я сейчас ехал по хорошему асфальту, а сейчас какой-то, какой-то каменистый. Ну, и кочки. Да, кочки у нас, они всегда будут услышаны, потому что, блядь, ну, у нас дороги, ребят, такие. Вот, и сколько ты там тачку не шумуешь, сколько слоев не проклеивай ее, все равно, как бы, от этого ты никуда не убежишь. Вот, да, конечно, это, блядь, не Lexus, ни какой-нибудь, не Toyota Camry, которая рассчитана на комфорт, но все же как-то уже от обычной десятки уже, блядь. Только-только хотел похвалить машину, тут скотчем. Вот у них почерк, вот ты поймешь, что он написал вот тут вот? Где? Вот. Че? О, ты хоть одно слово прочитал. Я ни одно не понял. Ну, остановился. Все? За то, что я остановился, мне штраф? Знака, блядь, или че это? А, это, не остановился на стоп-линии, за стоп-линию заехал. Но, дело было не так, я не пропустил пешехода. Не, ничего не пойму. Получилось так, что, короче, мне надо было поворачивать вправо, а там, ну, девка, дорога была широкая, и девка, ну, она как бы так медленно, не спеша шла. Я решил ее не пропускать, короче, вдал в газулю и, ну, нормально проехал. Я ничего ее, ей не помешал никак, она так же шла, то есть с той же самой скоростью. И вот, и перед нами, короче, Гайси сразу так нам помахали палкой, а мы оба еще без ремней были. Ну, как бы получилось договориться, то есть за не пропуск пешехода три куска надо платить, вот, а это я всего лишь 400 заплачу. Че наколка значит? Не скажу. Не прогнусь перед правительством. Да. Делаю музыку, она не для стада, много работаю, но не для стаджа. Волнуют прогресс, но даже на старте вижу успех после смс-банка. Total Black, Phantom, я в монохроме, будто бы и панда. Лакост, крокодил или в кино, такама, тусуем, как психи, похоже на панка. Total Black, Phantom, в монохроме, как панда.